Моё мнение сугубо субъективное Это мои личные ощущения И поэтому, пожалуйста, если кто-нибудь здесь живет в Австралии Кто-нибудь слушает это видео И считает абсолютно по-другому Я буду безумно рада узнать ваши комментарии И я буду безумно рада услышать ваши советы Какие салоны можно сходить Просто потому, что я хочу, чтобы меня услышали И сделали то, что мне хочется И, собственно, поехали Я начну с самого элементарного Это цены То есть здесь цены на парикмахерские услуги достаточно высокие В среднем покраска обойдется тебе Если ты делаешь аннулирование Обойдется тебе в 200 долларов У меня ценовая категория была Во всех салонах, в которых я делаю аннулирование Начиная от 99 долларов И заканчивая 250 долларов Честно говоря, разницы не было вообще никакой Между 99 долларами и 250 долларами Всегда результат один и тот же У меня ощущение, что они просто тебя не слышат Я говорю, я хочу быть снова блондинкой Я, в принципе, всегда была светленькая, беленькая И всегда делала либо полные волосы эмилирования Либо покраску на всю голову в белый цвет И когда ты говоришь Я хочу быть блондинкой У них, это вторая, кстати, тема моего разговора Это то, что они очень любят тоник То есть этот тоник голубого цвета Который делает твои волосы после покраски Более такого пепельного цвета Здесь видно, что мой идеальный блонд Который я хотела Он выглядит достаточно серым Через несколько... После, как по-моему, головы несколько раз Оно все смоется Но в данный момент это выглядит таким образом И мне только один-единственный раз удалось найти мастера Который сделал мои волосы не настолько серого цвета А именно вот белый Достаточно белый блондинистый цвет, который я люблю Поскольку он меня послушал И оставил тоник немножечко на более короткий срок Обычно они оставляют его, я не знаю На 10 минут или что-то такое И волосы, вместо того, чтобы быть белыми Они превращаются в такой вот серый цвет Я осознаю, что это мутно, это прекрасно, это красиво Но я пыталась выйти из своего розового цвета в белый И сделать немножечко... Оставить немножечко розовых полозочек Которые у меня здесь были Тем не менее, после того, как они нанесли тоник Это все превратилось в серый И теперь мне нужно помыть голову раза 3-4-5 Чтобы мои волосы снова стали белыми Поскольку сейчас они будут просто русыми В общем, сегодня суббота Покраску я сделала во вторник Естественно, я помыла голову уже раз 10, наверное, за это время Особенно потому, что постоянно тренируюсь Суть в чем? В том, что раньше, когда я делала такое эмилирование Из-за того, что они передерживают тоник Он через какое-то время просто вымывается И волосы становятся светлее И я все равно знала, что буквально через месяц Может быть что-то такое Волосы станут светлее Потому что весь этот темный цвет Блондинисто-темно-пепельный Он все равно вымоется И именно с эмилирования, которое они делали Оно высветлится Тем не менее, несмотря на то, что этот цвет тоже достаточно красивый И несмотря на то, что он хороший, натуральный цвет Это не то, что я хотела Поэтому опять же придется искать очередной новый салон И придется все взять в свои руки И именно сделать дома небольшой белаяш Потому что у меня всегда есть Девелопер и порошок Блич И придется делать все самой Тем не менее Мне кажется, что все равно можно пойти в какой-нибудь салон И когда им говоришь Хочу блитч блонд То есть они пойти должны это понять Я не знаю, почему в этот раз Все держится намного дольше, чем я хотела Но вот это то, чем я говорю Про салоны в Австралии К сожалению И опять же, это неплохо, нехорошо Но меня это реально раздражает Потому что сколько бы я не платила денег Я вот это вот, допустим, не заплатила сегодня 105 долларов Это достаточно недорого Один раз, когда я пришла сделать белаяш Который мне изначально дали стоимость за 150 долларов Но в итоге пока ты туда пришел в салон И тебе говорят Вы хотите добавить витамины Там то-то, то-то И в общем в итоге стоимость зашла до 250 долларов Все процедуры И мне уже как бы не хотелось говорить ничего Я просто уже хотела закончить с этим Больше я в этот салон не возвращалась Меня вместо того, чтобы сделать блондинкой Меня превратили в достаточно такой Темно-русый, белаяжный цвет Белаяж, темно-русый цвет Из которого я опять выходила в белый достаточно долго То есть первое дорого Второе, тебя просто не слушают Они любят очень седой этот цвет везде Здесь вот очень модно Очень популярное красновирование Тебя в белый цвет никто не покрасит То есть здесь стандартные процедуры Это третье То есть ты когда будешь в салон У них обычно прайс-листы И ты можешь заказать Либо типа full height of foils Full height of foils это полное эмилирование Half height of foils, то есть половина T-section Точно так же делать эмилирование в секции T На волосах Потом можно заказать full color Full color это полное покрашивание А окраска волос Но они не делают Белый тебе не выведут Тебе full color могут делать только там Я не знаю Темные, русые, каштановые, шатеновые и так далее То есть белый цвет так не выйдешь Белый цвет можно делать только благодаря эмилированию И если ты заказываешь белаяж Он уже начинает скакать с томности От 200 долларов и выше Просто потому что это называется белаяж На самом деле белаяж делается элементарно просто Я делала его тренингически сама Просто потому что мне реально задолбало Ходить в эти парикмахерские Ты их просишь сделать одно А не делай там себе на другое И стоимость нереально высокая Следующее, что меня подтверждает Это то, сколько времени я там провожу Вот честно говоря, вот я помню Ходила в парикмахерские в Украине Я никогда не проводила в них 4 часа Вот я не помню на своей памяти Расскажите мне, если вы проводите парикмахерских по 4 часа Но здесь я вот реально У меня была запись сегодня на 12 дня Сейчас уже 4.42 Я приехала домой буквально полчаса назад Попила чашку кофе То есть 4 часа провела в парикмахерской И это потому, что они любят очень долго мусолиться с этими волосами А потом, когда они их моют, они их массажируют по полчаса И в итоге, после того, чтобы потом еще у них делается blow dry То есть укладка Но я уже сказала, я опаздывала, у меня встреча есть сегодня в 6 часов Говорю, можете, пожалуйста, не высушивать меня никаким образом Потому что у меня все равно потом будет тренировка Я все равно пойду в душ То есть не надо мне делать никакую укладку То есть благодаря этому меня высушили намного, немножечко быстрее Если бы сказала укладка Укладка входит в стоимость В эту стоимость этой своемной услуги Мне бы еще, наверное, потратила бы часа, наверное Я не знаю, пол-минут сорок, если не больше Один раз мне девочка, мне кажется, высушила около часа Они вот так долго определяют разные секции волос Постепенно их высушивают Я не знаю, у них очень много Следующий момент, у них очень много интернов То есть приходят девочки, которые учатся еще в колледжах Учатся парикмахерским услугам Естественно, их не допускают по краске волос И их допускают как раз только к шампуню, к массажированию К сушке И они это делают настолько долго В любой парикмахерской, даже в дорогой У них все равно есть интерны То есть что за 250 долларов, что за 100 долларов Всегда было одно и то же И просто я сейчас уже говорю, что Пожалуйста, не делайте мне укладку Потому что это очень долго И всегда говорю, что у меня мало времени Тем не менее, это не всегда помогает То есть это уже такие 3-4 причины Которые меня реально бесят В австралийских парикмахерских Потому что тебя не слушают И сейчас мне придется походить еще парочку дней После шипом быть голову раза 3-4 И сейчас покажу фотографии Что получится через 4 мочья головы В какой цвет я выйду Тем не менее, таким вот образом Я не знаю, как выйти вот в белый цвет То есть я не могу вам сказать Перекраски меня полностью в блейк Типа bleach blonde Да, то есть высушенный белый Как у нас блондинки ходят в Украине Просто потому что, опять же Говорю хотеть блондинкой Вот, тяжело Я не знаю Я вот реально не знаю Есть ли кто-нибудь живет в Австралии? В Сиднее? Где-нибудь здесь? Хотя я живу не в Сиднее Но я готова поехать в Сиднее И сделать себе волосы такие, какие я хочу Если кто-нибудь может посоветовать мастера Который может сделать меня именно белой-белой Плюс с натуральным просветом, естественно Потому что я хочу быть в поле натуральном свете Я буду очень благодарна Потому что за все это время здесь Мне удалось сходить в салон только несколько раз То есть я хожу каждые полгода сейчас за 5 лет Просто потому что меня реально разрезает проводить там Около 4 часов в день Меня разрезает то, что мне потом приходится Мыть голову по 10 раз, чтобы выйти в белый цвет То есть мне иногда проще дома со мной Сделать себе белаяшку, пить bleach И сделать себе осветление Просто потому что я не хочу тратить это все время в салоне Потому что это очень долго Да, вот таким вот образом Ну а чтобы закончить это видео на хорошей ноте Я хочу сказать о том, что здесь очень дешево делают лазерные процедуры А именно лазерное удаление волос То есть здесь постоянно есть разные скидки Если ты покупаешь не отдельную часть тела, а пакет И особенно в праздники какие-нибудь Ты заплатишь намного меньше Допустим, я платила от 89 до 119 долларов за пакет Это full legs, то есть полностью ноги Brazilian И underarms, то есть подмышки 89 долларов Если ты будешь покупать это отдельно Ты заплатишь нам 20 долларов за подмышки 50 долларов за пол ног 100 долларов за целые ноги Но когда ты покупаешь пакет У тебя получается где-то 89 долларов То есть в зависимости от акции У меня было от 89 до 119 долларов Делаешь это как 10 процедур И счастье тебе будет Поэтому здесь как раз очень многие люди Которые приезжают в Австралию Те же царисты, девочки Они делают здесь лазерные эти удаления Потому что, во-первых, оно достаточно дешево А во-вторых, они используют очень хорошие технологии И потом ты избавляешься от волос Вот на год точно И ну а потом у кого уже как-то делать с гормонами Поэтому да, вот лазерное удаление волос в Австралии Дешево и сердито Остальные штуки, остальные словные процедуры К сожалению, я не могу здесь так порекомендовать И рассказывать о них в каком-то таком Прекрасном и красочном тоне Просто потому что, как по мне Оно иногда того не стоит Естественно, все решает каждому из вас Я поделилась своим субъективным мнением Что стоит делать в Австралии Что не стоит делать в Австралии Как здесь все вообще происходит И сколько что стоит Но вот этому мнению И я стою при нем Буду очень рада услышать ваши комментарии И вообще, как-то так Как-нибудь сравнение с Украиной и Россией Так это или не так происходит там Потому что в последний раз я делала что-либо В Украине или в России 5 лет назад И всем хорошего дня настроения И до скорых встреч Я думаю, я больше не буду делать такие сугубо женские видео Про салонные процедуры Но если вам интересно, пишите комментарии И что-нибудь сейчас сниму Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok